Казахстанская школа бокса официально входит в тройку лучших в мире. Все логично, ведь в нашей стране это самый популярный и массовый вид спорта. Регулярно занимается больше 30 тысяч детей. А сколько еще взрослых, ведь их никто не считал. А занимаются они вот в таких залах, приходят после работы, выпускают пар или просто приводят в себя форму. Вдохновляются они, видимо, успехами и Головкина, и Леусинова, и Алимханулы. Факт остается фактом. Секции бокса стали отличной альтернативой фитнес-залам. Насколько это правильно, мы разберемся. Меня зовут Марат Тукатов. Поехали. Бокс – это контактный спорт с очень высоким уровнем контроля. Здесь все по правилам. Противники отдыхают каждые 3 минуты, носят серьезную защиту, постоянно окружены вниманием тренера и рефери, а медицинская помощь всегда под рукой. В современном мире принято считать, что бокс придумали в Англии. Но историки часто это оспаривают. Изображения с проведением кулачных боев были найдены у шумеров и в Древнем Египте. Сегодня бокс – это разносторонний, функциональный и в то же время силовой вид спорта, который пользуется невероятной популярностью в Казахстане. Многие считают бокс достаточно агрессивным видом спорта, но наоборот. Когда мы им занимаемся, нам нужна максимальная концентрация и тела, и разума. Занятия боксом в среднем сжигают от 400 до 700 калорий за час. Конечно, все зависит от интенсивности и вида нагрузок, но комбинация кардио и силовых тренировок в любом случае приведет к потере веса и заметному улучшению конституции тела. Любые аэробные нагрузки, к которым относится и бокс, улучшают настроение, сон и повышают самооценку. Занятия боксом помогают бороться со стрессом. Гнев и все негативные эмоции можно выплеснуть на ринге или во время ударов по груши. Как это правильно делать, расскажет чемпион Казахстана по боксу, участник Олимпийских игр в Афинах Меджан Рахимжанов. Техника, стойка, удар. Всех ли этому можно учить? Нет ли исключений? Спрос есть среди взрослых, среди детей и даже среди женщин. Они просто приходят для себя, они те же, мы просто их называем для себя, как белые воротнички. Это офисные люди, которые сидят целыми днями в офисах, работают. Но сам бокс, он немножко человека вообще раскрывает. Например, у нас многие клиенты приходят, он, например, такой тихий, замкнутый. Немножко у нас здесь поработал боксом, он начинает раскрываться. Это уверенность в себе, по сути. То есть психологически этот человек обретает уверенность. Да, уверенность в себе. Среди приверженцев здорового образа жизни активно набирает популярность фитнес-бокс. Здесь не обязательно выходить на ринг, достаточно выполнять все упражнения из подготовки боксеров. Как правило, занимаются фитнес-боксом в трех случаях. Чтобы снизить вес, укрепить мышечный тонус и улучшить навыки самообороны. Фитнес-бокс особенно популярен у женского пола. Мне как бы был необходим спорт, особенно в такой сидячей профессии. Бьем грушу и стоим на лапах. На лапах это самое классное. Это техника, самое важное. Как реагируют ваши друзья, родственники на это? Ну, немножко пугаются, но это беспочвенно. Я никогда не увлекалась боевыми искусствами. Наоборот, я занималась танцами и так далее. Обычно все, чем занимаются девочки. Но я не знаю, почему именно бокс. Мне просто понравились тренировки. И нельзя исключать тот факт, что мне повезло с тренером. Еще одно преимущество занятий боксом – улучшение координации. Во время тренировок вам придется не только научиться быстро передвигаться, но и успевать следить за ударами. Для лучшего понимания давайте разберем несколько базовых техник. Ну, ножки на уровне плеч. Если приставить перед собой какую-то линию, эта линия делит левую ногу, правую ногу на две части. Ножки не должны быть стоять на одной линии. И передняя рука на уровне глаза. Вторая рука защищает челюсть, защищает печень. Вот это и есть боксерская стойка. Отечественная школа бокса – одна из самых узнаваемых в мире. С момента обретения независимости у Казахстана 7 золотых медалей Олимпиады и 3 кубка Вэлла Баркера, которые присуждаются самым техничным бойцам по итогам Олимпийских игр. Успешные спортсмены и на профессиональном ринге. Например, Канат Ислам – автор одного из самых быстрых нокаутов в истории бокса. В поединке против Хулио де Хесуса казахстанцу понадобилось чуть больше 10 секунд. Самым успешным казахстанским профи считается Геннадий Головкин. В 2017 году авторитетный журнал The Ring признал Triple G лучшим боксером вне зависимости от весовой категории. На счету Головкина 43 поединка, в которых он одержал 41 победу. Из них 36 нокаутом. В 2015 году канадские ученые определили, что бокс является более опасным, чем смешанные единоборства. По данным исследователей, у боксеров, которые регулярно выходят на ринг, чаще диагностируют серьезные сотрясения мозга или травмы, грозящие потерей зрения и болезнью Паркинсона. Поэтому важно понимать, что профессиональная карьера может нанести существенный урон здоровью. Если во время спортивной тренировки спортсмен получил удар в голову и даже кратковременно потерял сознание, это уже сигнал о том, что нужно показаться специалисту. Потому что сотрясение мозга может пройти на первое время незаметно, на следующий день или в течение недели человек может увидеть неприятные для себя последствия. В отличие от профессионалов, любители гораздо меньше подвержены травмам. Сразу выводить на ринг вас никто не будет, а в случае с фитнес-боксом это и вовсе исключено. Сначала придется работать со снарядами, координировать свои движения и прыгать на скакалке. На начальных этапах у них очень часто бывает травма кисти и пальцев в фалангах. Из-за постановки неправильного удара. То есть они используют плечо не на 100%, они используют его на 150, 200, а где-то и 300%. Но при правильном подходе к тренировкам, к ОФП-занятиям, то есть общим физическим подготовкам, этого можно будет избежать. Профилактика травм в боксе – это шлем, который сейчас разрешен, что исключает рассечение, которых раньше было очень много. Перчатки в боксе, они немножко не дают полностью сжимать кулак. Это профилактика переломов пясных костей. Основная профилактика – это правильное бинтование запястья. Упражнения в боксе развивают общую подвижность и ловкость. Быстрые удары руками, погрушей или лапом укрепляют мышцы верхней части тела, в то время как тренировка ног гарантирует равномерное распределение веса. По голове, конечно, желательно в парах не стоять. А так физические упражнения, если разминаться, разминка, специальные упражнения идут, тогда польза. Еще и стрессовые ситуации бывают на работе, дома. Приходим здесь, выгоняемся, оставляем весь негатив здесь, позитив только. С позитивом уходим домой. Современные занятия боксом – это не обязательно спарринги или участие в соревнованиях. Нагрузки для каждого подбираются индивидуально, в зависимости от возраста и поставленных целей. Такие занятия помогут снять стресс, повысить выносливость и обрести уверенность в собственных силах. Боксом можно советовать заниматься всем, если нет нарушений вестибулярного аппарата, если нет неврологических нарушений. У человека нет эпилептических припадков, потому что они могут во время бокса пройти незаметно, но сказаться в дальнейшем. Даже после сорока можно начать заниматься боксом, учитывая все меры профилактики. Что касается профессионалов, то здесь в корне другая ситуация. По числу трагедий бокс уверенно лидирует в списке самых опасных видов спорта. В любом случае, строить карьеру в боксе или нет – решать только вам. Правильный подход к занятиям не только улучшит здоровье, но и принесет удовольствие. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...